К сожалению, без ложки дегтя в бочке меда не обойдется. Неожиданная новость пришла от Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Появилась информация о положительных допинг-пробах Анастасии Новиковой и Александра Венскеля. На чемпионате мира в Хьюстоне в ноябре они заняли четвертое место. Сейчас у Беларуси максимальное количество лицензий – шесть мужских и четыре женских. За разъяснением ситуации мы связались с главным тренером нашей команды Валентином Короткиным. По его словам, Федерация намерена дождаться вскрытия проб «Б». Обнаруженный у атлетов анаболический агент действительно находится в списке запрещенных, но давно не выпускается. Сейчас идет разбирательство, ситуация прояснится в течение месяца. Спортсмены временно отстранены от соревнований. Мужская команда как была шесть лицензий, так и останется шесть лицензий, поскольку вместо результата Венскеля будет следующий участник давать зачетные очки. Что касается женской команды, она выступала не по временам состава, естественно, новиковые очки будут аннулированы, и эта команда уже будет иметь не четыре, а, скорее всего, три. Самое главное, что попали на таких препаратах, которые давно исключены из применения, каким образом они оказались. И тем более не только у наших спортсменов, но и спортсменов целой ряды стран. Допинг-контроль проводили американские лаборатории, естественно, будут все настаивать на повторном анализе ПРОББ и дальнейшего разбирательства. Кроме двух белорусов, положительный допинг-пробы сдали еще полтора десятка спортсменов в черном списке. Представители России, в том числе установивших в Хьюстоне два мировых рекорда Алексей Ловчев, Китая, Молдовы, Казахстана, Азербайджана и Греции. Почти у всех обнаружен один и тот же устаревший анаболический агент. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...